Надежда Нагорная едва сдерживает слезы. За последние два года мама Насти научилась быть сильной. На это ее настраивает сама дочка. Несмотря на неутешительный диагноз, редкий вид рака, девочка держится и помогает справляться с эмоциями родными. Моя Настенька заболела в июне 2018 года. Мне кажется, Настя за это время повзрослела. С ней и так можно было на все темы говорить, а сейчас я полностью с ней разговариваю, как со взрослым человеком. Она иногда даже дает советы, когда я не знаю, как поступить, и я ей говорю спасибо. Началось с того, что появилась боль под лопаткой. Боль под лопаткой, мы пошли по врачам, рентгеновский снимок сделали, все нормально. И стала часто бегать в туалет. И решили сделать УЗИ. УЗИ органов малого таза, брюшной полости, посмотреть, что она бегает. И обнаружили огромную опухоль. За жизнь ребенка начали бороться медики онкологической больницы в Боровлянах. Но после того, как стадия переросла из второй в четвертую, семья стала искать надежду за границей. Документы Надежда Нагорная разослала в клиники по всему миру. В основном ответы гласили – после трех линий химиотерапии помочь ничем не могут. Но пришли приглашения из Израиля и Китая. В первой стране лечение не дало результаты, а вот во второй появилась та самая надежда. Но дорогостоящая. Первый этап уже пройден. Сделали контроль у нас в Боровлянах того, что сделали в Китае. Лечение. Опухоль уменьшилась. Положительная динамика идет, хорошая. Лечение нам там предложили комплексное. Иммунотерапия, брахитерапия, таргетный препарат. И так как лечение идет хорошо, у нас помогает. Есть надежда на выздоровление. Необходимы средства для второй поездки в Китай. Вот наши счета, уже оплаченные по лечению в клинике Китая онкологической фуда. На почти 19 тысяч долларов. Вот этот счет в юанях идет, счет у них. Плюс счет из Израиля, то, что мы там успели полечиться. И плюс целая вот папка. Тут можно долго рассказывать, билетов, многочисленное количество и чеков, и квитанций. В комплекс лечения входит препарат, который государство согласилось предоставить после нескольких консилиумов. Они прошли по инициативе министра здравоохранения. Было принято решение приобрести препарат, попадающий под генетический тест ребенка. Но процедура закупки не быстрая. Планируется, что уже в следующем месяце лекарство будет выделяться из бюджета. Пока же расходы на капсулы на 28 дней стоимостью 7,5 тысяч рублей обещал компенсировать благотворительный фонд «Сердце Ангела». Если говорить о потраченных средствах в целом, то борьба с недугом на Горном уже обошлась в 35 тысяч долларов. Сейчас она мне много поставит, я уже знаю. Я уже боюсь с ней играть. С ней играть невозможно. Для своих 11 Настя не по годам смышленая. Тот самый случай, когда ученик превосходит учителя. Дедушка уже несколько лет не может обыграть внучку в шахматы. К тому же девочка свободно владеет английским, увлекается программированием и настольным теннисом. Рисует и активно общается с новоиспеченными друзьями в соцсетях. Но больше всего на свете Настя любит свою маму. Рассказывает ей о планах на жизнь и о том, кем станет, когда вырастет. Мама – мой лучший друг, и мы с ней открыто мчаемся. У меня нет от нее тайны, какие от нее ко мне тайны нет. И мы все обсуждаем вместе, всей семьей, бабушкой, дедушкой. Подарить Насте шанс на жизнь может каждый. На лечение в Китае она отправится уже в конце марта. Самый простой способ помочь ребенку – это любой суммой пополнить счет баланса мобильного номера 8-0-33-911-23-75. Либо пожертвовать 3 рубля, позвонив с домашнего телефона по номеру 8-902-211-77-77. Воспользоваться вторым вариантом можно до 9 марта. Семья Нагорных верит, что их девочка, которая, несмотря ни на что, верит в чудо, будет жить. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.